сосредоточив внимание на теории инфляции и различных других вещах. Но есть более фундаментальный вопрос, началась ли Вселенная, потому что в прошлом люди предполагали, что Вселенная вечно и имеет различные виды циклов, или стационарное состояние, или что-то в этом роде. Ты был немного отступником с точки зрения традиционной, ныне общепринятой мудрости теории инфляции, положившей начало Вселенной. Как же так? Ну, одна из главных мотиваций этой схемы, которую я разрабатываю уже около восьми лет, позвольте мне просто примерно описать схему. Нынешняя точка зрения такова, что Вселенная началась с так называемого Большого Взрыва. Сразу после этого наступила стадия инфляции, которая представляла собой экспоненциальное расширение, которое по той или иной причине перешло в более спокойное расширение, которое затем перешло в экспоненциальное расширение, что мы и видим, за что получил Нобелевскую премию несколько лет назад, ускоренное расширение Вселенной, которое я расцениваю как следствие лямбда-термина, введенного Эйнштейном в своей статье в 1917 году, по заведомо неверной причине. Он хотел статичную Вселенную как раз в тот неподходящий момент, когда должно было быть объявлено, что Вселенная расширяется. Поэтому он считал это своей величайшей ошибкой. На самом деле, оказывается, что это не было ошибкой, но не по той причине, по которой Эйнштейн изначально ввел ее. Но да, похоже, происходит экспоненциальное расширение. Самоподобное расширение, если тебе это нравится, зависит ли скорость расширения от состояния размера Вселенной. Это наблюдаемое экспоненциальное расширение, это то, чего мы ожидаем в нашем отдаленном будущем, если только не произойдет что-то еще. И я верю, что оно будет продолжаться и в отдаленном будущем. Так вот, в теории инфляции подобное расширение наблюдалось на очень-очень ранних стадиях после Большого взрыва. Мне никогда не нравилась инфляция с самого начала по разным причинам, и я предлагаю другую идею, которая заключается в том, что да, в каком-то смысле инфляция была, но это было до Большого взрыва. Подобная идея на самом деле была выдвинута известным выдающимся физиком элементарных частиц Габриэлем Венециана. И у него была схема, в которой инфляционная фаза происходила до Большого взрыва. Но это был своего рода единичный взгляд, который я рассматриваю. Это то, что мы рассматриваем как нынешнюю картину Вселенной, но без инфляции, без инфляции сразу после расширения Большого взрыва, а затем ускоренного расширения, это всего лишь одна вечность. Я называю это ионом, который является одним из череды таких ионов. Так что в нерабочее время будет еще один. Один из них был до нескольких часов, и экспоненциальное расширение этого предыдущего иона в его отдаленном будущем, это то, что в нашей модели выглядит как инфляция. Так что в некотором смысле в этой схеме присутствует инфляция, но это не та инфляция, за которую ратуют в обычной физике. Всего лишь на порядок величины. Сколько времени будет длиться вечность? От десяти до какого числа лет? Хороший порядок величины — это бесконечность. Потому что вид, который ты видишь, говорит тебе, как это может быть бесконечностью. Это зависит от того, как ты измеряешь время. Видишь ли это проблема, и аргумент в том, что для правильной сборки часов нужна масса. Теперь у нас невероятно точные часы. Я не знаю, каков нынешний рекорд, но если думать об этом все время от Большого взрыва до наших дней, то часы настолько точны, что это, по крайней мере, что-то вроде погрешности всего в несколько процентов. Это была бы скидка в несколько процентов от второго места. Так, ты измеряешь время с момента Большого взрыва. Это не значит, что мы так точно знаем время с момента Большого взрыва, но часы показывали бы время с такой точностью. Конечно, они не выжили бы при Большом взрыве. Но сейчас об этом не беспокойся. Такая точность в часах, хотя она и зависит от многих технологий и так далее, в конечном счете проистекает из того факта, что у нас есть масса. Теперь у нас есть масса во Вселенной, и в конечном счете это всего лишь два самых основных уравнения физики 20 века. Конечно, Эйнштейна равно mc в квадрате c, это просто константа, так что и m, энергии и массы эквивалентны. Другое великое уравнение физики 20 века, Макс Планка. И Планка равно h, ну хорошо, f4. Если ты называешь это частотой, это говорит тебе о том, что энергии и частота эквивалентны. Сложив эти два уравнения вместе, мы приходим к выводу, что масса и частота эквивалентны. Так что любая стабильная частица в некотором смысле является часами с очень, очень точно определенной частотой. Теперь все наоборот. Если бы у нас не было массы, у нас не было бы часов. А если у тебя нет часов, у тебя нет меры времени, у тебя нет меры расстояния. На самом деле, правило метра, которое ты видишь в Париже, больше бесполезно. Тебе придется начинать с самого начала. Да, правило метра в Париже больше не является хорошим определением метра. Ты определяешь метр с точки зрения того, сколько времени потребуется свету, чтобы проехать, какова бы ни была доля световой секунды, и так далее. Значит, действительно пора. Это то, что определяет масштаб вещей. Теперь, когда масштаб так или иначе требует массы, либо массы, определяемой частицами, либо в общей теории относительности. У нас есть еще одна хорошая мера часов от нейтронных звезд, вращающихся вокруг друг друга, и опять же, примерно такая же точная. У тебя есть другая мера времени, но для этого требуется общая теория относительности. А общая теория относительности – это теория гравитации. а гравитация требует массы. Так что это вещи, которые так или иначе связаны с массой. Если у тебя не было массы, масштаб не имеет значения. Большое и маленькое равнозначны. Идея в том, что с одной стороны, когда вы возвращаетесь прямо к большому взрыву, энергии становятся настолько большими, что массы частиц становятся неактуальными намного раньше, чем время частицы Хиггса, если хотите. Тогда частицы фактически лишаются массы. Они безмассовые, и поэтому у них нет способа измерить масштаб. Если заглянуть в отдаленное будущее, то почти все частицы вокруг будут фотонами. Опять же, у фотонов нет хорошего измерения времени, поэтому они не отличают большое от малого. Идея в том, что очень отдаленное будущее, и когда я говорю очень отдаленное, я действительно имею в виду прямо в бесконечность, похоже на большой взрыв. Это большая и трудная вещь, которую трудно осмыслить, потому что мы думаем об одном, который растянут и очень, а другой очень. Другой очень сплющенный, очень плотный и горячий. Другой очень холодный. Но когда ты сжимаешь холодную вещь очень плотно вместе, то получаешь нечто очень похожее на большой взрыв. Так что аргумент состоит в том, что очень отдаленное будущее того, что я называю эпохой предшествующей нашей, я постулирую то, что существовало до нашей эры, что бесконечность была нашим большим взрывом. Тебе нужны уравнения, чтобы понять это, но это ты можешь сделать. И это переносит тебя из физики, которая была самим будущим предыдущей эпохи, чтобы рассказать нам, каким должен быть наш большой взрыв. И просто проведи меня через этот переход еще раз. Где у тебя предыдущая иона? Это расширение туда, где фактически нет массы, так что ты не можешь отличить, большая она или маленькая в этот момент. Это верно. И тогда что же это за переход, чтобы породить большой взрыв? Это так, и люди всегда спрашивают меня об этом. Ты говоришь, когда это случилось. Когда ты видишь бесконечность, это совершенно хорошее место в этой схеме, но тебе действительно нужны уравнения, и в этом есть большой смысл. Когда ты начинаешь, ты просто записываешь преобразования, которые уменьшают бесконечность, а затем берешь обратную величину, и это растяжение, которое дает тебе большой взрыв. И хорошо, у тебя должны быть какие-то другие уравнения, чтобы сделать это уникальным. Так что есть немного деликатных проблем. И если бы мы пошли на это, это был бы большой шаг. Но если ты пойдешь на это, то у тебя могла бы быть эта бесконечность в обоих направлениях. Тебе не обязательно начинать все сначала. У тебя просто могли бы быть эти бесконечные циклы ионов, какими бы долгими они ни были. Даже хорошо, что начало каждого из них приходится на определенное время. Да, на каждого из них. Это верно. Но у всей последовательности нет начала. Это верно. Да, нет, это Ан. Ты мог бы представить себе модель, в которой они меняются, или что-то в этом роде, но это не то, что я предлагаю. Идея такова. Да, предыдущая эпоха была в общих чертах похожа на нашу. Предыдущая была в общих чертах похожа на нашу. И так далее до бесконечности в обоих направлениях. И когда ты останавливаешься и думаешь об этом, ты знаешь, что возникает вопрос. Почему реальность такова? Вопросы такого рода. Я не думаю, что смогу зайти очень далеко не в том, чтобы задавать, а в том, чтобы отвечать. Но я не знаю, почему это так. Я не знаю, что такое реальность, и почему реальность такова, какова она есть. Видишь ли, в схеме это немного похоже на старую модель устойчивого состояния. И я думаю, что это в какой-то степени повлияло на меня, потому что когда я заинтересовался космологией первого класса в Кембридже, это было время, когда Бонди, Голд и Хойл разрабатывали эту теорию, а также мой хороший друг Денис Яма. И все они были ужасно взволнованы этой идеей Вселенной, которая, видите ли, существовала всегда. И поэтому я думаю, что это в какой-то степени передалось и мне. Я был обеспокоен тем, что это не согласуется с общей теорией относительности, и я думаю, что Бонди тоже был обеспокоен этим. И когда люди решили, да, произошел большой взрыв, и доказательства этого довольно убедительны, и поэтому я согласился с этим. Но, тем не менее, в старой стационарной модели есть что-то философское. И это интересно. Видишь ли, Эйнштейн хотел статическую модель. Ньютон точно так же хотел чего-то неизменного, вечного, вот так. Значит, во всем этом есть что-то такое, возможно, что хотелось бы вечной Вселенной. И поэтому в этом есть привлекательность такого рода. Это не очень научный аргумент. Нет, это законный аргумент. Но я думаю, что это, возможно, законный аргумент. Потому что ты можешь спросить, почему большой взрыв был именно таким, каким он был. И похоже, в нем много структуры, самых разных видов. Понимаешь, и почему эта структура там была? Если до нее ничего не было, трудно ответить на этот вопрос. Но здесь мы говорим, да, у нее была такая структура во время Большого взрыва. Потому что за целую вечность до этого она имела ту структуру, которая у нее была. В зажимном на второй перешкив años. IVE-